Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Возлюбленное Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры. Спасибо Господи за Ваши святые молитвы. Сегодня Святая Православная Церковь Святопрагнут великий праздник. Один из двенадцати наибольших христианских преображения Господня. Мы вспоминаем событие, которое произошло две тысячи лет назад на Святой Земле, на горе Фаворска. Это весьма высокая гора. Кто-то был, тот знает, подниматься высоко, далеко на нее. На нее поднялся Господь вместе с учениками Своими, Петром, Яковом и Иоанном. И преобразился перед ними, и явились перед ними светло с ним беседующие пророки Моисей и Илья, которые уже были в Царстве Небесном, которые рассказывали Господу о предстоящих ему страданиях, о воле Божией, о том, что он должен страшно, тяжело, мучительно, невероятно мучительно, беспримерно потерпеть и страдания понести, чтобы искупить род человеческий. И вот Петр, разные евангелисты по-разному описывают, своими деталями добавляя, потому что человек видит с разной стороны одно и то же событие. Кто-то видел одно, кто-то видел другое, кому-то запомнилось третье. И поэтому евангелисты взаимообогащают этот рассказ о фаворском событии. Один евангелист говорит, что апостолы спали, другой подчеркивает, что Петр не помнил, что говорил. Такое было восхищение, такая была радость, какая-то невероятная такая радость, когда увидели преобразившегося Господа, что стали одеждой белой века свет и лицом века солнца, и в их душах была такая невероятная радость, счастье, любовь, безграничная сила духовная. То, что невозможно описать словами, что Петр в этом иступлении, не помня, что говорит, сказал, «Господи, хорошо нам здесь быть, давай сделаем Тебе тресенье, то есть некие палатки Тебе, Моисею Илье, пророку, чтобы его здесь были, и мы здесь были, наверное, всегда, потому что хорошо здесь, не помня, не понимая, что говорит». И после этого они услышали голос с неба Отца Небесного, который сказал про Господа Иисуса Христа, «Си сын мой возлюбленный, они уже благоволих». И после этого Господь принял свой обычный вид, сияние Его лица и сияние Его одежд закончилось, и Господь сказал им, «Никому не рассказывайте прежде моего страдания и воскресения о том, что виделись где». И вот, братья и сестры, какой духовный смысл этого события. Господь нам показывает, какая слава, Он ведь обожился, принял человеческое тело и жил человеческой жизнью, такой же, как мы с вами, и причем жил жизнью гораздо тяжелее, чем мы. Но кто из нас в детстве подвергался изгнанию? Ну, мало кто, да? Кого младенцам родители, убегая, спасая свои жизни, бежали на чужбину? Есть такие среди нас? Ну, почти нету. Очень тяжелая жизнь. Кто из нас родился в пещере, а не в роддоме, среди животных? Есть такие? Тоже нету. Поэтому Господь жил и так далее. Если мы сейчас будем вспоминать земную жизнь спасителя, мы увидим, что жизнь его гораздо тяжелее. Почти каждого из нас была здесь на земле. Хотя Он и Бог. А что такое Бог? Кто такой Бог? Бог – это тот, кто может сделать все и сразу, да, мгновенно. Потому что Он всемогущ. Но Бог так не сделал в своей жизни. Бог так не сделал в своей жизни для себя, чтобы все было сразу, никаких изгнаний, много колбасы, мягкая кровать, дворец. Слышите? Он не сделал это для себя. И мы не должны делать это для себя. Потому что мы должны Богу подражать. Если не будем Богу подражать, мы не обожимся. А если не обожимся, то что произойдет с нами? Что? А сатанеем. А третьего не бывает. Либо обожимся, либо а сатанеем. Мы видим с вами в своей жизни, как души наши асатаневают. И как души ближних наших асатаневают. И видим, как обожаются наши души. Когда мы обоживаются, когда мы приходим в храм, исповедуемся и причащаемся. Поэтому мы обоживаемся, когда поступаем так, как поступает Христос. Именно это Он нам и принес сюда, на землю, в Свою земную жизнь. Он показал нам, что Он делает для того, чтобы быть в Царстве Небесном. И как мы должны поступать, беря с Него пример. Поэтому не ищите, братья и сестры, богатые доходы, беспроблемные жизни. К сожалению, наверняка большинство людей из нас здесь, сегодня стоящих, и во всем мире христианском, сегодня думают о том, как избежать проблем своих. Как решить свои проблемы с болезнями, с деньгами, с устройством института. Разве не так? А? О чем вы сейчас думаете? Что вас тревожит? Что беспокоит? Именно это. То, что не должно нас беспокоить. Мы хотим убрать в своей жизни то, чего не надо убирать, то, чего Господь не убирал. Он сам это прошел, пронес. А мы пришли сюда поставить свечки и помолиться, чтобы что? Избавиться от проблем. Правда? Честно. Избавиться от скорбей, избавиться от болезней. Вот за этим мы пришли. Но хорошо, давайте будем избавляться от болезней и от скорбей. Но пусть мы в первую очередь будем избавляться от болезней духовных. Самых страшных, самых мучительных. Это каких? От гордыни своей, от лености своей, от уныния своего, от блуда своего, от серебролюбия своего, от чревоугодия своего. От этих болезней будем избавляться. И от каких еще скорбей будем избавляться? От тех, которые приносят нам эти грехи. Ибо грех сперва человека радует, а потом ввергает в мучение, в скорби. Вот исповедь и богослужение, и причастие избавляют от этих скорбей. Я садил человеком радостным и светлым. И вот, братья и сестры, какой же духовный смысл этого сегодняшнего праздника, если так в двух словах сказать, в нескольких. Преподобный в Арсенофии Оптинский говорил такие слова. Монах есть двух видов. Есть внешний и внутренний. Сами поймите, что такое внешний монах? Это благообразно выглядящий человек в облаке, щетками в руках, на лице печать молитвы или слезы в глазах от грехов своих, который ходит чинно, благолепно, без всяких скачков, прыжков, не раздражается, не гневается. Внешне говорит нужные вещи и плачет о грехах своих. Внешне. А есть внутренний монах, который там внутри находится. И к внутреннему монаху, братья и сестры, не прийти без внешнего монаха. Пока ты не будешь внешним монахом, пока не оденешь клобок четкий в руки, пока не придешь в себя в спокойное устроение, чтобы ходить, спеша не прыгать, не скакать, не бегать. Бегать, бежать, только спешить, торопиться на службу. Ты к внутреннему монаху не придешь. Пока ты не положишь определенное количество поклонов, пока ты не совершишь какие-то подвиги телесные, ты к внутреннему монаху не придешь. Но, братья и сестры, как согласно вот эти наши святые монахи говорят друг с другом? Как говорит преподобный Серафим Саровский? А монашество внешнее, без внутреннего, это головешка обгоревшая. И все. Ничего, не светит, не греет. Уже сгорело. И с ней ничего сделать нельзя. А в арсенофии оптинский продолжает. Невозможно прийти к внутреннему монашеству без внешнего. И внешнее монашество без внутреннего бывает бесплодно, а еще более то, вредно. Вредно. Вредно для человеческой души. И для его окружающих, если человек так и остался внешним монахом, а не внутренним. Внутри нет монаха. Внешне благочестивый, кланяется, поклоны делает, четочки перебирает, благословляет и говорит какие-то правильные слова. А внутри нет внутреннего монаха. Это вредно. Это хуже, чем если бы человек вообще был неверующим, чем стал таким монахом только внешним. И далее в арсенофии оптинский говорит, а вот это то же самое можно сравнить с тем, что ты землю пашешь, вот внешний монах, который ходит на все службы, молится, потом падает на колени, вычитывает акафисты, какие-то посты жестокие соблюдает, одел на себя вериги и власяницу и так далее. Внешние все подвиги совершают, а внутри монаха нет. Это точно так же, как будто ты землю взял и пашешь ее, 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 и взрыхляешь ее, и пашешь. Пашешь, но ничего туда не сеешь. Пашешь и пашешь. С утра до этого еще эту землю трясешь, переворачиваешь плугом, но ничего туда не сеешь, и ждешь, чтобы будут плоды. Нет, братья и сестры, надо сеять. То, что мы пришли в храм, то, что мы совершаем утренние молитвы, то, что мы готовимся к причастию, то, что мы какие-то поклоны совершаем, это наше внешнее монашество. Мы еще должны быть внутренними. Внутрими. Монахи – это свет миру. Кто такие монахи? Это христиане. В наивысшей форме служения Богу, в наивысшей степени отвержения от себя. Это такие же, как мы, только которые отдали больше Богу, и отдают, чем мы. Они нам показывают, какими должны быть мы. И вот мы с вами, христиане, еще не монахи, и если Господь сподобит, будем, если нет, значит, вы мирянами жите, суть Господу. Мы тоже есть внешние и внутренние. Понимаете, о чем я говорю? Внешний христианин – это тот, кто научился ходить в храм, научился стоять на службе, научился, не знаю, говорить правильные слова, лозунги научился говорить. Батюшка, простите, благословите. Батюшка, я самая грешная на земле. Батюшка, у меня грехов много. Я там это. Это внешний христианин. Такой внешне смиренный. А есть внутренний христианин, которому говоришь, да ты такой, какой грешный. А этот внутренний христианин, вдруг сбрасывает маску внешне, начинает возмущаться, обижаться. Знаете этого христианина? Знакомы с ним, с внутренним? Или нет? Да. Который обижается там внутри, гневается там внутри, ненавидит там внутри, блудит внутри, завидует, осуждает, сребролюстой, всеми страстями преисполнив. Вот этот вот христианин внутренний. Это не христианин, это язычник там сидит. Внешне мы христиане, а внутри язычники еще пока. Так вот, если вот этот внутренний язычник у нас не умрет, который верует, поклоняется там приметам, который живет и ходит в рам, только для того, чтобы избавиться от внешних скорбей, земных скорбей, если этот человек не умрет, то мы в Царствие Небесное не войдем. Мы не протащим. Ибо этот внутренний, это и есть настоящий наш человек. Не тот, который снаружи, а тот, кто внутри. Снаружи можно быть каким угодно, а внутри мы должны быть истинными со Христом. Что-то, как стать этим внутренним человеком? Конечно, надо быть наружным, и ходить в храм обязательно, и подвиги совершать, и коленопреклонения. Без этого не придешь к внутреннему, как говорит Аграя Враснуфе Оптинский. Но внутри, братья и сестры, должно быть изменение рождения нового человека, преображение нашей души. Сегодняшнему празднику посвящена стихира. Вчера на вечерней службе мы с вами ее пели. Кто был на вечерней службе? Единицы. А остальные, братья, возлюбленные христиане, вы где были на вечерней службе? Вас кто благословил не идти на вечернюю службу? Мои дорогие внутренние христиане, вы не знаете, что на вечернюю службу ходить надо обязательно? Не слышали, да? А? Или слышали? Слышали, но не пошли, да? Сознательно проигнорировали и отреклись от вечерней службы? Сознательно. Вот это и есть внутренний наш язычник. Внешний христианин, а внутри язычник. Внешний делать можем что угодно, говорить что угодно, а внутри живем по своей воле. Поэтому, возлюбленные Господи, братья и сестры, как привить внутреннему человеку Христа? Надо, ну самое главное, что учит нас святая цида, это Иисусова молитва. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Конечно же покаяние. Господь пришел, чтобы в новичерной службе стихи вырочитали, чтобы очерневшее наше естество просветлить, обожить. Чтобы мы внутри вот эта темнота, грязь, она просветлела и преобразилась. Как Господь на Гарифаворске, как Моисея на Гарисина, и как преподобный Серафим в Дивиевском лесу. Чудотворец. Поэтому все время надо читать Иисусова молитву. Все время надо молиться. Все время надо ходить на исповедь и готовиться к исповеди хорошо. Как в последний раз, с помощью пособия, с помощью кающимся. Делать добрые дела все время должна быть внутри молитва. Внутри не должно быть беспокойства. Буду болеть, не буду болеть. Не беспокойтесь и не волнуйтесь. Будем болеть. Будем. Обязательно будем. Потому что без болезней не спасемся. Поэтому будем болеть. Не надо бояться. Будут у меня в жизни нестроения, будет у меня нужда какая-то. Не беспокойтесь и не волнуйтесь. Будет. Обязательно будет. Не надо за это. Будет обязательно. Молиться о том, чтобы этого не было, это молиться то же самое, что ставить, Господи, погуби душу мою в аду. Понимаете? Когда мы просим об избавлении от скорбей, ставя свечку, говорим, Господи, пусть моя душа будет в аду навсегда. Поняли или нет? Потому что в Евангелии сказано, многими скорбами надлежит войти вам в Царствие Небесное. Многими. А человек, молящийся об избавлении от скорбей, соответственно, молится о том, чтобы в Царствие Небесное попасть. Поэтому помоги нам скорбями, просветляется наш внутренний человек. И умирает ветхий язычник. Скорбями наш внутренний человек становится христианином, потому что в скорбях он обращается к Богу за помощью. Господи, помоги, спаси, утопай, Господь помогает ему. И он прилипается больше ко Христу. Поэтому помоги нам Господи, чтобы мы не только преображались внешне, одевая юбки, смывая косметику с лиц, причесываясь и ведя себя благообразно, но и внутренний наш человек перестал бояться суетных страхов, голода, войны, там еще чего-то. Остал бояться только погибели своей души. Остал бояться грехов. Чтобы мы приближались внутренне, чтобы внутри нас был свет. Когда мы видим грустное, мрачное лицо у себя или у нашего ближнего, это значит только одно. Что это значит? Что это значит, как грустное лицо? Не знаете? Это значит, что человек преисполнен греха внутри. Или духовной брани. Это значит, что у него нераскаянные грехи есть внутри. Это значит, что если мрачное лицо грустное, это значит, что он только что кого-то осуждал. Что он только что кому-то завидовал. Что он только что блудные мечтания его мучили, что он только что мечтал обожраться, что он совершал какие-то грехи, поэтому мрачное лицо у него. Или на него нападает это искушение, находится в брани духовной, сконцентрировал, молится, отсекает от себя эти прелоги. Тогда мрачное может быть лицо. Но когда человек с Богом, и когда душа светла, мрачных лиц не может быть. Лица светлые, лица радостные. Как лица святых на иконах, и как лица преподобного Серафима Саровска, который преобразился перед тоже своим учеником Николаем Матавиловым. Поэтому пусть и все это зависит от внутреннего преображения, от внутреннего изменения. Поэтому будем внутренне меняться, хорошо готовиться к Исповеди, непрестанно молиться, чтобы ввыкаяться в грехах своих хорошо и внимательно. Не так, что на ходу ты что-то вспомнил и сказал, так душа у тебя преображаться будет 3000 лет. Если так по три греха будешь ходить, говорить, что на ходу вспомнил. А то и 10 тысяч лет. У тебя нет этих лет, чтобы вот так исповедоваться, три греха сказал, чтобы в голову сбрел. Нет у нас этого времени. У нас годы, максимум десятилетия. Поэтому каждый к Исповеди, мы должны хорошо готовиться, сидеть, вспоминать минутами, десятиминутиями и часами все свои грехи, все вспомнить, все раскаяться, записать и прийти и снять на Исповедь. Тогда душа будет преображаться. Не преобразится душа вот с такой исповедью, как вы приезжаете из городов, братья и сестры. Не преображается ваша душа. Непрестанная Иисусова молитва. Господи Иисусе Христе, Своей Божий, помилуй меня грешно, как заповедал апостол Павел. Она преображает душу человеческую. Она ее прилепляет ко Христу. Она ее отлепляет, отсекает от нее грехи. Непрестанная молитва, глубокое покаяние, смирение. Все скорби, которые в нашей жизни происходят, надо принимать с благодарением. Господь сам от нас избавит, нас от их, от скорбей, когда скорби принесут в свой плод. А так он дает лекарства. А мы молимся, Господи, не давай лекарства, не давай лекарства. Варенье давай, варенье давай. Вот зачем мы ходим. Так или нет? Скорби – это лекарства. Но кто этого не знает из здесь стоящих? Есть такие еще? Скорби – это лекарства духовные. Господь дает через скорбь лекарства, чтобы мы стали смиреннее, чтобы мы победили какие-то... Я говорю, не хочу скорби, вот тебе свечку за 2 рубля. Ладно, за 3 рубля, на, избави от скорби. Молебен давайте, чтобы скорби не было. Акафист, еще что-то. Не надо бояться скорби, они прекрасны для спасения души. Поэтому примем скорби как спасительное лекарство, внутри смиряясь. И благодаря Богу за все. И не боясь ничего, кроме греха и погибели своей души. И тогда этот человек внутренний будет преображаться, меняться, становится светлее, радостнее. И свет преображения фаворского, который будет в нашем сердце, будет передаваться нашим ближним. Обогревать их. И тогда уже не словами, и говорить уже никому ничего не надо будет. Они сами за нами пойдут сюда, в храм, за этим преображенским светом фаворским. Потому что этот свет и есть радость, и любовь, и спасение, и жизнь вечная. Здесь в вечности, со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok